Добрый день, дорогие друзья! Вышел новый номер литературного журнала Симбирск. У хорошего лирического поэта Владимира Соколова есть такие строчки «Мне интересен человек, не понимающий стихов». А мне сегодня хочется сказать иначе «Мне интересен человек, понимающий стихи и легко и свободно чувствующий себя в литературном пространстве». Мне кажется, таков журналист и поэт Данила Ноздряков. Он прокладывает свой путь, вобрав в себя и традиционную литературу. Я думаю, что он хороший читатель и становится очень интересным самобытным автором. В журнале «Симбирск» номер 8 за 2019 год Данила Ноздряков выступает в двух качествах. Он рассказывает о проекте литератур, о литературном трамвае, который проехал по улицам города. А также здесь, в этом номере, опубликована подборка стихов Данилы Ноздрякова «Переход», которую я советую прочесть нашим читателям. Итак, предоставляем слово Даниле Ноздрякову. Добрый день, уважаемые зрители! Меня зовут Данила Ноздряков. Возможно, вы меня уже видели на Уллправда.ТВ как одного из корреспондентов. Сегодня я пытаюсь представить для вас немного в другом образе. Дело в том, что я буду участником форума молодых писателей, который проходит у нас в Ульяновске. Раньше этот форум проходил в подмосковном санатории Липки, и поэтому он сейчас, как бы в народе, называется Липки, несмотря на то, что он проходит с прошлого года у нас в Ульяновске. Прежде чем стать участником форума, я прошел небольшой конкурсный отбор, который проходил в Саратове, где у нас проходили мастер-классы. Эти мастер-классы вели представители журнала «Знамя», такого известного отечественного журнала, издающегося с 30-х годов. Очень популярно в одно время, в конце 80-х, у него были громадные тиражи, но сейчас, к сожалению, жизнь толстых журналов у нас в стране, толстых литературных журналов у нас в стране не такая хорошая, как хотелось бы, но возможно, что они переживут когда-нибудь свое второе рождение. И вот в Саратове летом в прошлом месяце у нас проходили мастер-классы и отборочный этап, на котором выбирались молодые писатели, молодые поэты, которые, молодые критики даже были литературные. Такое направление сейчас тоже актуально и тоже развивается. И эти молодые писатели, в число которых попал я, соответственно, будем представлять Приволжский федеральный округ, нашу область на форум молодых писателей, который пройдет Ульяновский. Как я уже сказал, начнется он 15 сентября. Наверное, можно сказать, можно представить небольшую биографическую справку про меня. Я родился в 86-м году в Ульяновске, закончил Ульяновский государственный университет. После его окончания преподавал Ульяновскому государственному техническому университету, так что с этими двумя вузами нашего города я напрямую связан. Преподавал философию и историю. Во многом мне это помогло писать мои стихи, писать прозу. Прозой я тоже занимаюсь, но, к сожалению, пока ее судьба не такая хорошая. прозаические произведения пока мои не публиковались. Так что, возможно, когда-нибудь я их представлю вам тоже впервые здесь. А после преподавания я решил заняться журналистской деятельностью и, собственно, попал сюда, в Ульяновскую правду. Стихи, которые я сегодня буду читать, по большей своей части входят в книгу «Положская детская республика». Это отчасти какие-то воспоминания из детства. Воспоминания из детства не только моего, но и моих знакомых, моих друзей, всех тех, кто рос в переломную эпоху конца 80-х, начало 90-х, начало нулевых даже, потому что мы представители поколения X, поколения Y, вернее, очень долго созревали, и наше детство длилось долго, и от инфантилизма очень многие трудно и упорно избавлялись. А поэтому эти стихи, они как бы объединяют, объединяют многих различных представителей нашего поколения. И, возможно, поэтому они показались близки, показались чем-то отражающим, происходящее в наших душах, и поэтому я и был выбран на форум молодых писателей. Наверное, лучше, чем говорить в прозе, это говорить только в стихах, поэтому я и перейду к ней. Способность перекладывать горящие окна на стене черного дома, параллельного взгляду. Шашки, нарды, домино, эти самые, пятнашки. Долго сидел и смотрел, посылал сигналы. Тут зажечься, там потухнуть, перемещению случиться. Способность ли зажигать свет в голове, независимо от воли хозяина головы? Это как раз одно из тех стихотворений, которое войдет в поэтическую книгу «Поволжская детская республика». Оно скорее не отражение детства, а отражение детских мыслей. Ну, согласитесь, кто из нас не представлял, как он перекладывает эти окна, не ходит там по каким-то, переступая трещины, когда идет по асфальту, ни какие-то геометрические узоры не ищет на стене. И поэтому вот оно так и родилось. Немного более современное. Гриша, выходи. Выходи гулять во двор. Гриша, я зову тебя. Полтора часа подряд. Снег растаял в ботинках, но я хочу гулять. Собака связала поводком мои ноги, как история страны. Связала геллера с некричем. Гриша, я сейчас уже упаду, как дом Ашеров или Черный Ястреб. Мне холодно. Под шапкой мокро. Там жарко, как в огне Нотр-Дам-де-Пари. Я подцеплю ОРВИ или Менингит, а ты все не выходишь, Гриша. Быстро погуляли бы и вернулись к самым опасным источникам электромагнитных излучений. Сейчас никто не стоит под балконом, когда можно узнать по телефону, не набирая даже номер. Гриша, у меня нет телефона. У меня есть собака и друг Гриша, который не выходит гулять. Есть такое вполне, есть такое сильно распространенное клише в политической среде. Оно даже вызывает многие шутки о том, что начал писать с колыбель. Ну то есть многие авторы всегда говорят, что они начинают писать очень рано, когда вот только буквально родились и сразу родились с пером в руке. Сейчас, наверное, с телефоном в руке, но не играют там в игры, а вот пишут именно свои поэтические произведения. Мой путь к литературе, к стихосложению был, может быть, и подходящим под этим клише, но, к сожалению, большинство того, что написано в детстве, я не сохранил. Это были различные тетрадки, где я там писал, представлял рассказы, увлекался там, допустим, Шерлоком Холмсом и, соответственно, переписывал под себя такие его произведения, где я там представлял различных сыщиков, которые занимаются своей следственной работой. Смотрел фильмы, мультфильмы по телевизору, вот тоже какие-то переписывал. Сейчас бы это, наверное, назвали фанфиками, но вот в начале 90-х годов такого слова еще не существовало, я уже этим занимался. Стихи же начали приходить гораздо позже, то есть начинал я вот как бы с прозы, с той самой, которая у меня многострадальная и до сих пор еще не опубликована, в отличие от стихов, которые опубликованы во многих журналах. Они это, насколько я помню, это был период 14-16 лет. Начиналось все с увлечения классической нашей русской литературы. Это Пушкин, Лермонтов. Я думаю, это путь, который свойственен очень многим людям, молодым. А потом буквально некий шок, некое сильное влияние, некое озарение я испытал, когда начал читать Маяковского. Это уже в более старших классах. Это во многом тоже стандартно, потому что Маяковский производил на очень многих молодых людей, и именно в молодости, вот это самое главное надо отметить, производил такое впечатление, что вот что-то совершенно новое открытие какой-то поэзии. Естественно, потом уже в более старшем возрасте, в конце школы, в институтские годы, я начал открывать для себя и других поэтов, и Павла Неруды, и Фернандо Песо, очень много зарубежных. Но тогда именно в старших классах школы это был Маяковский. Кроме Маяковского у нас была стена газета, насколько помню, она висела на стене, и вот там вот были написаны стихи еще одного другого русского автора, тоже одного из последних представителей вот того серебряно-векового футуризма, это Даниил Хармс. Они на меня произвели, наверное, такое же впечатление абсолютно, как и стихи Маяковского, и это впечатление сводится к тому, что вот так писать нельзя. Вот все поэты пишут вот что-то гладкое, хорошо рифмованное, с стандартным, ну, стандартным, наверное, неправильно будет сказать, а вот с каким-то набором там славянизмов, с перекрестками, пересечением греческую мифологию, с чем-то красивым, плавным. А вот здесь это было что-то совершенно новое, совершенно новое, что поражает, что дает такое впечатление, что вот это не стихи, это что-то другое совершенно. Первое впечатление, которое возникает, это отторжение. Ты отторгаешь, и это кажется какой-то глупостью. Я помню эти все насмешки школьные, что вот это, какая же это поэзия. Притом другую поэзию, более раннюю у нас тоже мало кто любил. А вот именно, связанные с Мальковским, Хармсом, дальше Дзенский из того же рода, это было что-то такое, так любой напишет. И на следующем этапе я попробовал себя в этом качестве, быть любым, который может вот так написать. А оказалось, что вот так написать, вот так вот просто, казалось бы, что-то абсурдное или наоборот жесткое лесенкой и маршем, таким, как у Маяковского, не так-то просто на самом деле. Не учиться и развиваться дальше я стал именно по этому направлению, пытаться писать стихи, которые я считал на тот момент нестандартным, что вот так вот, вот среди моих сверстников, среди там какого-то окружения, которое я знал, никто не пишет. Потом оказалось, что пишут. Пишут многие, писали до этого тоже многие, что верлибры, это то есть стихи, которых отсутствует рифма. Это тоже совершенно не новый жанр, и я зря там себя считал его изобретателем на определенном этапе. Что здесь оставалось? Оставалось учиться и в этой учебе обретать собственный голос, потому что после учебы или во время учебы мы всегда стремимся к тому, чтобы не просто повторять так, как делалось до нас, но и пытаться сделать что-то свое. Что-то свое – это как раз то, что сейчас я пытаюсь писать. Еще одно стихотворение из того же сборника «Поволжская детская республика», которое, я надеюсь, в скором времени будет опубликовано. Раньше были комбинаторы. У тебя на варежках написано «Комбиватор», мальчик мой. Это не варежки, это перчатки. К варежкам пристает снег и болтается, как черепа на поясе. Заползает внутрь, где начинается резинка с выгравленными нитками имени. График, как на электронных часах, стоят на черно-белом телевизоре и светят зеленым фосфором ночью. Это не валенки, это сапоги Аляски. Раньше тебя звали, сынок кооператора, на танцплощадке в доме отдыха, в малиновом вельветовом пиджачке, сшитом отцом. Сейчас такое не надел бы, это смешно. У нас был пацан в классе, мы его дразнили новым русским, в малиновом пиджаке. Его в том числе звали Вовочкой. Это еще смешнее, с ним никто не дружил, он плохо учился, его перевели в другой класс. Через несколько месяцев, и не просто в другой класс, а в другую школу, другого города, другой страны. И не надоело петь вам про эту заграницу? Валенки и варежки на резинке. Что-то немножко ушли в зиму, поэтому вот такое подходящее для любого сезона абсолютно года. Перешагни через Мишу обратно, а то Миша не вырастет. Он идет на золотую медаль. Это понятно уже в пятом классе. После школы он станет космонавтом, академиком с большой скуфьей, гордостью бабушки, как и его мама. Если не вырастет, никем не станет. Жестяным барабаном Оскара. Перешагни через Мишу обратно, а то не получит золотую медаль. И не полетит в космос. Это ты помрешь под забором. Тебе незачем расти. Поехал посмотреть Атлас мира. Умного из себя строишь. Немного такое грустное, но, к сожалению, у всех их отношений бывают всякие. И здесь вот мы видим такого нелюбимого ребенка, которого сравнивают с его братом. И у него, соответственно, меньше достается родительской бабушке и дедушке любви. И вот поэтому у него, наверное, это выливается в некие такие страдания. Следующий текст, он не из Павловской детской республики, но частично связан с ним. Заходил в магазин по дороге. На улице было светло. Вышел из магазина. Темно. Никаких переходных этапов. Как у Шлоссера. Подсветить просветительский идеал. Весна, как в кино. В этот переход чья-то вселенская любовь могла стать коммунальной тоской. Прилететь в гости с планеты Трофомальдора. В Челябинск или Череповец в Вологодской области. И треснуть яичная скорлупа. Под воздействием маленькой крестовой отвертки. Без контрастов и полутеней. Странные люди ходили. И ждали пришествия Ахима Стиллера. Странные события происходили. На площади, застроенной двумя торговыми центрами и одной часовней. С детской площадкой, может быть. И совсем уже взрослые. Давайте брать пример с пенсионера Степана. Это современный растенияк. Это современный гропогон. Это скрипач Франсуан Готье. Ужинал при выключенном электричестве. При свечах. С одной стороны это романтично. С другой стороны это экономично. В современных, так сказать, условностях. Его часто можно было встретить возле помойки. Люди всегда выкидывают много хороших вещей. Сторонник нулевого потребления. Никогда не кормил птиц. С него надо брать пример. И с англичан. Они тоже подают экономию. Это блюдо, которое надо есть холодное. В их домах нет отопления. Они всегда пьют чай. К примеру, беззубного шляпника. И ходят в гости по утрам. Как советовал Винни Зепух. Если не уйти рано в гости, к вам придут гости. Большинство тем, которые встречаются в моих стихотворениях, они где-то видены, где-то слышаны. Это что-то происходило с моими знакомыми или, наоборот, с незнакомыми на улице. Есть такая теория, что многие поэты, они... Ну, вернее, не то, что многие поэты даже, а настоящие поэты, они могут подключаться к какому-то информационному полю Земли, или на них снизосходит вдохновение откуда-то из горних сфер. Я к этой теории отношусь весьма скептично. Мне кажется, что большинство тем, даже которые затронуты поэтами, а также как и писателями, это как раз то, что происходило в их социальной жизни. А это то, что вот кусками откуда-то ими было вырвано, что вот мелкая мысль, которая под влиянием чего-то мелькнула, и она возникла, и потом, соответственно, перенеслась в текст. Поэтому я не боюсь этого скрывать. Да, это где-то виденное, что-то услышанное, что-то взятое, что-то прочувствованное мной самим. И все вот это вот складывается в один общий такой микс, который и вливается в стихи. И здесь надо отметить, что еще и прочитанное, и увиденное не только в жизни, когда мы ходим, допустим, по улице или где-то еще, а увиденное в кино. И вот этот вот сплав, он позволяет создать что-то новое, на мой взгляд. Но, тем не менее, несмотря на то, что я отрицаю такое явление, как вдохновение, не всегда бывают такие моменты, когда возможно писать по каким-то обстоятельствам или вот не лежит к этому никак. Вот хочется заняться чем-то другим. И вот про такие, наверное, этапы, про такие времена в жизни вот следующее стихотворение. За неделю я не написал ни одного стихотворения. Это был самый глубокий творческий кризис за прошедшую неделю. Можно подумать, что я писал прозаические тексты. Однако это будет ошибкой. Я совершенно ничего не писал. Имеющий ум, то узри, что это была реминесценция, наженить бы бальзамину. Часть меня издавала тексты. Эта часть меня похожа на членистоногое, на земноводное, и все это одномоменты. При этом земноводная членистоногая часть меня издавала пронзительные тексты звуков, но не на прошлой неделе. Здесь как раз и есть вот такая вот небольшая литературная цитата, о которой она расковыщенно упоминается. Некоторые коллеги меня, кстати, за это критикуют. Говорят, что вот не надо вот так вот с читателями, надо, чтобы вот он сам нашел подсказки, сам сам увидел, что там, что содержится в тексте, и потом вот это нашел, а вот не надо вот такого прямого, вот, например, как было вот, это была реминесценция, наженить бы бальзамину. Нельзя так определить. Ну, я считаю, по-другому. В принципе, критиковать это их право, делать это мое. Я тоже критикую иногда. И, наверное, в завершение тоже еще один из текстов из Павлорской детской республики, который я сегодня много упоминал. Возможно, он ближе к переходному такому периоду из ребенка во взрослого, которое называется подростковым состоянием, и вот когда бушуют гормоны, когда появляются новые ощущения, вот эти вот новые ощущения, они не всегда со знаком плюс. Но во многом я считаю, что даже те вещи, которые первоначально кажутся со знаком минус, они тоже могут в ребенке, в будущем взрослым перерождаться в что-то положительное, в что-то созидательное. Я так ненавидел этого мальчика, его показали по телевизору. Одного раза хватило, чтобы возненавидеть. Его серый пиджак, какой-то белой плесень, красную звездочку на щеке, как в упражнениях по-русскому. Мама сказала это сосуды. Лицо соленого огурца. Он обещал телезрителям, пройдя по снегу возле автобусной остановки в селе, стать президентом, когда вырастет. Разве он не знал, что президентом стану я, когда вырасту? Его точняк бьют в школе. И по делу. То есть, здесь говорится о том, что вот один мальчик ненавидит другого мальчика. Это тоже вот такое вот негативное чувство. Но что из этого может вырасти? Из этого может вырасти здоровое чувство конкуренции. То есть, когда один вот этот вот ненавидящий, он вместо того, чтобы просто там лежать на диване и мечтать, он наоборот будет заниматься чем-то, чтобы повысить себя, чтобы добиться большего количества успеха. Поэтому я и говорю, что большинство того, что даже со знаком минуса, не надо воспринимать именно так просто, а надо рассматривать разных. Я рада, дорогие друзья, что вы познакомились с творчеством такого оригинального поэта, как Данила Ноздряков. Я спросила у Данила, не мешает ли ему работа журналистом писать стихи? Не мешает ли его собственному творчеству? И представьте, он ответил, нет, что вы, помогает. Вот таков наш автор. И именно он, Данила Ноздряков, будет представлять Ульяновскую область на форуме молодых писателей России, СНГ и зарубежья, который состоится в сентябре 2019 года. Пожелаем Даниле успехов и будем рады увидеть его еще раз в нашей программе с рассказом о форуме.